Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Опять же, благодарю ребят всех, кто отписался в комментах по поводу летающих вот этих вот замков Где они тут? Вот тех вот, да, вон тех В принципе, то есть эти летающие замки, они оказывается относятся к гильдиям То есть каждая гильдия сейчас может, если она занимает там топ 10, по-моему, что ли, первых мест Сейчас брать боюсь 9, но, короче, в топе, если находится по ПВП, либо по ПВЕ направлению По одному из них, соответственно, она получает свое распоряжение вот такой вот воздушный замок Куда может попасть, соответственно, только эта гильдия Наверняка эти замки дают какие-то еще плюшки для гильдии Но я пока в системе гильдии не особо разбираюсь, точнее, вообще никак Поэтому пока что ничего более подробного про это сказать не могу Единственное, что знаю, что все это можно кастомизировать То есть внешний вид замков, которым владеет гильдия, его можно изменять Его может изменять глава гильдии, собственно говоря Единственное, что меня порадовало, это то, что есть гильдии исключительно ПВЕшной направленности А не обязательно ПВПшной И опять же то, что я успел посмотреть по поводу класса Гана То есть как он себя вообще ведет, что он себя представляет Я теперь понимаю, что на самом деле он больше все-таки ПВЕшный персонаж, а не ПВПшный И в принципе меня это целиком полностью устраивает Потому что я вообще больше люблю ПВЕ, а ПВП у меня Ну только за жнеца у меня там более или менее что-то получалось А так, привет, красавец Только за жнеца что-то получалось А так, в принципе, все это практически бесполезно у меня С ПВП у меня ничего не выходило И не выходит, собственно, до сих пор Значит, сделаем мы с вами, друзья, следующее То есть как и разолучник у нас с вами была такая традиция, что ли, хорошая То есть все сюжетные квесты я зачитывал Все побочные квесты просто мы с вами там брали и выполняли Соответственно, сейчас будет примерно то же самое Значит, но единственное что, то есть, ну в принципе, давайте, наверное, чтобы вам не приходилось там метаться между лучником и ганом Давайте я все-таки буду зачитывать сюжетные квесты сейчас В том числе и за ганом Чтобы целиком, скажем, ну что ли, целиком у нас с вами был задействован на летсплей и прохождение именно за ганом Вот, изначально я хотел сделать так, что там, допустим, то, что я заолучник уже успел озвучить, чтобы я вам это уже не читал Но, с другой стороны, вам метаться взад-вперед, это, наверное, не очень хорошо Поэтому будет все с самого начала Ну только тут сейчас парочку квестов мы с вами уже сюжетно, конечно, пропустили Пока раскачивались в прошлый раз Но это, я думаю, простительно А тем временем, друзья, значит, особо благодарю всех в комментах, кто отписался о нововведениях, о которых я не знал Оказывается, скиллы сейчас можно изучать, что называется, не отходя от кассы То есть вы можете изучать скиллы, собственно, просто открыв окно и просто выучив нужный скил Это, на самом деле, круто То есть это в сторону упрощения движения Но, на самом деле, это ничего в игре, в балансировке или в чем-то еще таком не изменяет Только вам нужно меньше возвращаться в города и не нужно там бегать, разыскивать конкретных NPC Поэтому я думаю, что это только плюс И спасибо, опять же, всем, кто про это сказал Опять же, также почту, оказывается, можно сейчас собирать прямо на ходу То есть просто взять и забрать что-то отсюда Мне, кстати, что-то пришло Я забирал, по-моему, какие-то кредиты мне дали Вот где они тут Какие-то кредиты мне давали Вот эти, да, купонный наряд Не знаю, что это Ну, что-то там для нарядов Но я нарядами, в принципе, особо не заморачивался никогда Так, давайте побеседуем Так, ну что ж, мы с вами тем временем выполняем квест Раздор в дивном лесу Нашли мы красоцвет Который он хочет использовать, этот товарищ хочет использовать для помощи беженцам Так, надеюсь, красоцвета продает мои надежды Так, хорошенько все перемешаем Ну, а мы, да, подождем Собственно, он тут сейчас поколдует маленько Давайте слизим с лошадки Он тут поколдует, а мы тем временем побегаем Плюс, ребят, я, опять же, говорил, что я буду заниматься, соответственно, раскачкой сбора на этом персонаже И, в общем, я сделал то, что я обещал То есть сейчас у меня сбор по всем трем направлениям раскачан на 104 единицы Опять забыл квест прочитать Ну все, ладно, все, больше не буду так делать Значит, на 104 единицы раскачаны все три варианта сбора Прокачал, я их вот бегая вот в этой области, собственно говоря, взад-вперед По нескольким каналам просто переключался и очень быстро раскачал Так, помогаем всем беженцам Сейчас тут читать особо смысла нет, потому что они ничего интересного не говорят Но поможем сейчас им, вылечим их И все будут счастливы, собственно говоря Так, где еще? Вот еще И еще один где-то вот там, да Соответственно, сейчас по поводу сбора Я не помню, честно говоря, как было раньше, когда я ножницы это все ел, прокачивал По-моему, ну может быть так же То есть сейчас за сбор, вне зависимости от того, какой у вас уровень навыка По крайней мере, с единицы до 104, вот так у меня было Вне зависимости от уровня навыка вы собираете И каким бы низким у вас ни был навык, или каким бы высоким он ни был Относительно того ресурса, который вы собираете Все равно вам добавляется одинаковое количество очков сбора То есть в моем случае за сбор одной штучки, там, руды, эссенции, либо травки Мне давали всегда 4 очка сбора 4 единицы сбора Значит, и это работало ровно до тех пор, пока, собственно, ресурс не перестал приносить мне прибыль Из-за того, что ресурс стал слишком слабеньким для меня Соответственно, вот первая цифра, на которой можно остановиться, это 104 Дальше уже нужно собирать ресурсы более высокого грейда Причем пофиксили тот баг Я уже не знаю, в каком из обновлений это было сделано Но пофиксили тот баг, который касался раскачки, опять же, механики сбора То есть раньше можно было там в первой части игры, в первой ее версии Можно было просто добежать до самых крутых ресурсов И собирать их сколько угодно до тех пор, пока у вас сбор не прокачается Потому что из-за неудачи, из-за успех сбора, все равно очки сбора дают Сейчас это пофиксили, то есть ресурсы, которые выше вас по рангу То есть значительно превышают вас по уровню сбора необходимому Вы их просто собирать не сможете Так, ну что ж, давайте продолжим Я был прав, отвар решил нашу проблему Конечно, есть немного странные побочные эффекты, но думаю, я найду способ очистить смесь А пока стоило бы доставить наше лекарство Центуриону Верусу в лесной форпост Чувствую, скоро и до него докатится волна беженцев Это к северу от города Положитесь на меня, мы с вами все сделаем Верус знаком с одним папарей из дивного леса Маоном, который пользуется уважением среди фей Нам понадобится такой союзник, чтобы положить конец нападениям на лесорубов Ну и мы говорим, что мы справимся, естественно А куда же мы с вами денемся, друзья мои? Отправляемся тем временем дальше Что-то у нас с вами в почте, что-то еще что-ли пролетело? Шанс велики А что такое? Переносит вас в премиум зону Оттуда можно войти в особое подземелье Поляну древней Прикольно, но только для 65-х Поэтому принимаем И надо будет на склад, наверное, закинуть, пусть там валяется Соответственно, пока я тут прокачивал бегал сбор Пришлось мне немножко монстров посшибать Потому что они местами мешались Ну, тут совсем немного набрал, по-моему, где-то вот столько Вот такую небольшую полосочку внизу Так что это не в счет Вот эти вот мешали, засранцы Вот кабаны тут бегают И пока, опять же, прокачивал сбор Вот тут насобирал тут и руды креметаллические Сенцы, вот вы можете наблюдать там Да, вот волокон Ну, ценные некоторые ресурсы попадались Ну, в общем, все как и положено Как и должно было бы быть Так, тем временем добегаем, собственно, до лагеря Нам тут продолжают рассказывать про то, что нам дают сбор А то я не понял за то время, пока прокачивал И, собственно, беседуем с вирусом А, зелье от клоона Этот лагерь вскоре может понадобиться, чтобы разместить беженцев Так что запас лекарств нам не помешает Вот только не знал, что у клоона так хорошо идут дела со снабжением В любом случае, благодарю за доставку Может, и я смогу оказать тебе какую-нибудь ответную услугу Нас интересует Маон, друзья мои Маон, вот как Мы с ним давние друзья Он отлично знает лес, знаком со сказочным народом Но с тех пор, как начались неприятности Он старается держаться подальше от людей Найти его можно в хижине, к западу отсюда Он живет там вдвоем с сыном Славный малыш И нам с вами дают поножи декуриона Которые лучше, чем то, что у нас есть Плюс дают 3% скорости бега Это приятно Ну и опыт и все такое прочее Так, замечательно Итак, следующий квест Проблемы фей Это клоон послал тебя найти Маона? Вообще-то ты в курсе Прекрасно, может хоть и моды Удастся достучаться до здравого рассудка фей Маон сейчас, скорее всего, в своей хижине Это сразу за западным мостом Доверься карте Стой, чуть не забыл Передай ему этот букет Он весьма ценит эти цветы И в награду нам с вами дадут Еще одну пушку зеленую Раньше, по-моему, такого количества оружия не выдавали Оружие приходилось всегда использовать дропнутое То есть там что-то собирать с монстров Да, что выпадает Так, давайте сменим ботиночки Ну, внешне они пока никак не отличаются Фиг бы с ним Так, значит, то, что у нас осталось Стоит разбить сырье Нам пригодится Кстати, когда разбиваете какой-то предмет Можно навести на него мышу И вы узнаете, сколько конкретно вам дадут Ну, собственно, сколько вы получите сырья И какого грейда В случае, если разобьете То есть угадать не приходится Так, тем временем Тут есть, по-моему, квест на кабанов Где-то Давайте его Да, вот этот квест есть Он не это самое Не сложный А вот здесь тоже стоит взять квест Хоть он немного опыта дает Но тут всего-то надо брезну собрать То есть лучше выполнить Ну и вы, так скажем, с классом потренируетесь немножко Ну и Как-то подзаработаете, что ли, немножечко Так, хорошо Хорошо Эх, хорошо пошла Дышь Все, порядок мясо-бородавочника Значит, тем временем Значит, что еще из полезностей Которые, в принципе, узнал про Гана Ну, опять же, что класс достаточно простой в управлении То есть, насколько я понял Там даже на 60 Ну, на 60-х уровнях То есть, там, на максималках Вы Не Не будете иметь слишком большого количества скиллов То есть, у вас будет Ну, всегда примерно Маленькое, такое достаточно небольшое количество скиллов В принципе, чем-то напоминает, наверное, Жнеца Потому что у Жнеца Приблизительно, наверное, такое же количество скиллов Раскидано по панелькам внизу То есть, там я видел Вот у человека, там занято, по-моему, всего 12 слотов И больше ничего Поэтому, в принципе, это, наверное, здорово То есть, класс, как-то он удобен для новичков Которые никогда в игру еще, соответственно, не играли Может быть, вообще в Теру действительно первый раз вошли И для них освоиться за этот класс будет значительно проще Чем за любой другой Ну, на мой, опять же, взгляд Также проводилось сравнение Видел сравнение мощности ганера с другими классами То есть, там, в частности, с Берсом сравнивали Там, значит, с этим С кем-то еще С Берсом и с кем-то еще, в общем, проводилось сравнение На самом деле, то есть, как выяснилось То есть, ганн действительно очень хорошо подходит для ПВЕ Потому что он достаточно А, со стрелком еще сравнивалось Ганн подходит Так, мне, короче, надо снять привязку к пробелу Я терпеть не могу, когда мне пробел Что-то делает не то, что я от него прошу Мне не нужно, чтобы он мне повторял что-то Так, расстрел Ну, вот, собственно, из решителей всех До того, к сожалению, чуть-чуть не дотянулись Значит, то есть, ганн, в принципе, в сравнении с тем же Берсом Он более медленный, вроде как, в перемещениях Но зато дамаг у него ХП у него значительно больше, чем у Лучника И больше даже, чем у Берсерка Носит он тяжелую броню Внезапно я для себя это узнал То есть, ганн в тяжелой броне у нас бегает Поэтому, ну, защищен он хорошо И запас здоровья у него большой А касаемо там Лучника, допустим То есть, дамаг, который выдает ганн Он значительно больше, чем у Лучника И, по-моему, что-то неподалеку от того же Берсерка У Берсерка чуть побольше, по-моему, урон Брать сейчас не буду, точные цифры не помню Но чуть побольше у Берса При этом, чисто в обращении, конечно, ганн попроще То есть, если говорить о ПВЕ То, понятное дело, что передвигаться по полю боя Расстреливать все, что вы видите Все, что движется Это одно А там ставить блоки Там подбегать к целям на минимальное расстояние На милишную дистанцию, собственно говоря На расстоянии удара топором Это уже совсем другое Поэтому, ну, опять же, как по простоте Так, наверное, класс гана сейчас пока что Самый простой всего, что есть Так, тем временем Мы с вами получили следующий уровень И вот, наконец-то, верите, да То есть, действительно, щелкните, чтобы получить У нас с вами прокачивается часовая бомба Прокачивается выстрел И, собственно, прокачиваем Получаем мы еще ответный удар Но это общий скилл для всех, в принципе, классов Его, наверное, да не надо, он пусть висит на пробел У меня, наверное И, собственно, манно-ракеты Вот это вот уже интересно То есть, они Что они нам с вами дают Соответственно, стреляют двумя ракетами до цели И дают силу воли Сколько откат? Откат 10 секунд Но, в принципе, можно их, значит, использовать Наверное, вот где-то в таком порядке Давайте просто для интереса посмотрим, как это выглядит О, прикольно, слушайте-ка Нифига себе урончик какой Влетает Ох ты ж, круто как Нормальный такой урон влетает Вообще, я впечатлен Слушайте-ка, друзья мои Ну, в принципе, ганн меня, наверное, так и будет радовать Чем дальше, тем больше Потому что реально круто Значит, урон какой наносит там? Так, МП он стоит 70 А урон от него 194 базовый О, картича всего лишь 44 И граната всего лишь 42 Ну, тогда понятно, в общем, это одно из самых Это не одно из самых Это самое мощное умение, которое у нас сейчас с вами есть Мано-ракеты Классная вещь Вообще, шик То есть, шик и блеск просто, друзья мои Поэтому я думаю, что мы с вами этим скиллом будем больше Ну, постоянно Тем более с таким откатом Там 10 секунд Ну, это просто вообще Жесть какая-то В принципе, опять же, как я читал То есть, ганнам там проходить в соло Многие данжи не проблема Да и в принципе, конечно, видно, что выносит он массы монстров Как нечего делать Лучник, конечно, лишен, допустим, такой возможности Это ближайшее, с чем можно сравнивать с лучником У лучника единственное, что, конечно, он значительно более ориентирован на Значительно под лед Вот, значительно более ориентирован на кайт То есть, на кайт, на отравление противника Вот как раз то, что меня от него и оттолкнул Ну, не люблю я классы, которые ядами занимаются Вот, но у него значительно больше скорость атаки, нежели у гана Плюс его снаряды летят до цели почти мгновенно А у гана, соответственно, снаряды как-то помедленнее ядра летают Поэтому в пвп, насколько я понял, ганн не особо А вот в пве прям то, что надо Так, дивные красоцветы Кто бы мог подумать, как много от них пользы Но нет, тебе не обмануть меня Ты здесь по поручению клоона Так-так, значит, он хочет прекратить кровопролитие Тогда ему стоило бы поговорить с Лиликс Кто это такая? Ну, сказал бы Кто такая Лиликс-то? Хоть бы ответил что-нибудь, дружище Так, здесь тем временем мы с вами можем получить еще несколько квестов Которые, вот, допустим, крадущиеся саблезуб Да, за 6200 опыта можно взять Здесь раньше был квест у фаноноса На хранителе леса вот на этих поросят Но сейчас этого квеста больше нет Так что не судьба Значит, больше поросят мы с вами ловить не будем А то раньше, в принципе, можно было половить Было достаточно прикольно Так, поберегись Так, да идите вы все Так, значит, подлёд Отлично Отлично, отлично Хорошо Поросён как подкинули Так, ну, крадущие саблезубы, конечно, уже гораздо медленнее помирают Но, тем не менее, всё равно достаточно быстро и оперативно Слышь, крадущий саблезуб Так, кстати, что интересно В принципе Да как вы надоели все Что интересно В принципе Изначально, вот как мы с вами могли, наверное, сейчас заметить После мана ракет Изначально предполагается, что вы будете использовать гранату Но я бы не сказал, что мне нужна граната после мана ракет Потому что Хотя, сколько она откатывается? 12 секунд, да? А залп к артечью А может быть, слушачка А может быть и так В принципе, а почему бы и нет? Ну и попробуем Значит, у нас мана ракета А почему я, собственно, гранат выбрал следующий После залпа? А фиг его знает Наверное, потому что просто залп был первым скиллом Ну да ладно Хорошо, пусть будет так Огонь! Ну, улёт просто Отлично Так, хорошо Собственно, дальше продолжим набирать силу воли Продолжим расстреливать О, двое Двое, 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 двое Да, хорошо Так На тебе гранатку Так, мне нужны двое Пойди сюда Так Сейчас я вас тут всех пособираю Подлёт Ага, хорошо С приземляшкой Ну и опять же Отлично Кстати говоря, что замечаю Скилл на мана ракеты Он кастуется не на ходу То есть для этого нужно стоять на месте То есть он автоматически вас останавливает Соответственно, вы будете вынуждены Просто вынуждены будете остановиться И, собственно, выполнить Ой, как вы надоели Выполнить то, что от вас требуется Да сдохни ты уже Так Давайте добьём Саблезуба Не то сделал Ну и ладно Почти хватило На тебе ещё раз Так, очень хорошо Значит, шесть из семи В принципе, нам не так уж и много осталось Вот последний товарищ Бонзай Ну да, в принципе, нормально Такая комбинация Давайте его достреляем На то, что осталось О, хорошо Так, супер В принципе, мне всё нравится Чарма в пень Всё в топку И давайте возвращаться обратно Значит, тем временем Чем-то с вами набрали Есть вот такой амулетик с позолотой Но то же самое, что и у нас Да Значит Сапоги походные У нас лучше Это что такое? Вот, это можно надеть Это можно надеть Это лучше, чем то, что у нас сейчас есть Так, ну хорошо Отдаём зуб Целый зуб Чё тут ещё? Ага Это уже повторяемый квест становится Так, хорошо Наплевать, собственно, на всех монстров Которые на нас вечно агрятся И давайте побежали, собственно По месту нашего назначения Наверх Ближе к лагерю Арона И пока что Надо нам с вами надеть Вот эти вот обмотанные цепями рукавички Да Выглядят, кстати, они по-другому Вот обращайте внимание Вот здесь у нас рукавички Да Вот Они такие затемнённые, что ли Ну прикольно Опять же, вот здесь, допустим Так, а вот эти квесты Никуда не пропали Это приятно Опять же, вот здесь, допустим Вот видите То есть, если я наведу И посмотрю, что это написано В самом низу Написано, что при разборке Получится 2 единицы сырья ступени 1 То есть вы Ну и долго ты за мной скакать собрался Наконец-то передумал Вот эти квесты никуда не убрали В принципе, это, наверное, приятно Давайте сначала мы с вами тут всё поразбираем Что у нас есть Так, это что? Это не на наш класс Тоже разбираем Так, что ещё? Рукавицы первой экспедиции А, мы только что их сощили Это тоже убираем Ну, кожу давайте выбросим Одна штука всё равно нам с вами роль не сыграет Это можно будет Ну, в принципе, можно, конечно, продать Но вообще проще выкинуть Так, хорошо Всё, порядок, значит И давайте возьмём здесь квесты Да, на грибов обязательно берём И на гномов Да, то есть эти квесты остались без изменений Тут нужно грибы найти И гномов пострелять, собственно говоря Вот этих вот Так Ну вот, собственно, они очень быстро выносятся Они очень слабенькие И собираем грибы неподалёку Грибы всегда хорошо Так, собственно Это я вообще попал? Нет? Ну, кстати, анимашка прикольная мне понравилась То есть это такие как-то 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 Как змеи, что ли Такими дугами, да, расходятся В разные стороны Снаряды Причём могут поразить нескольких противников Если вот так аккуратненько подловить момент Когда Они находятся Ну, противники находятся там, где нужно, да На правильных линиях Эх, сейчас я из вас тут всех Эх, сейчас Так, ну почти хватило Ну как почти Прям почти совсем На тебе Вообще нет, прикольно Особенно достаточно быстро заряжается Это сила воли То есть, в принципе Залповый снаряд Там вот Залповый огонь, точнее Можно Заградительный Его можно вообще постоянно использовать Никто вам Что-то слово не скажет Так, ну-ка не агриться Не смейте на меня агриться Вы мне нафиг уже не нужны Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Я успею собрать Я успел Я успел Я успел Я молодец Так, на тебе Опять Блин, опять лишние Зацепляются, конечно Сотни маленьких Да, вот сотни маленьких Вы уже угрохали Представляете, друзья мои Сотни маленьких Так Кстати, я не помню Где эти квесты надо будет сдавать По-моему, дальше Поэтому можно назад не возвращаться Сколько агрещих Мы все монстров Прямо Они все Прямо все агрессивные Такие Прямо противные Кстати, что заметил С повышением Я уж не знаю То ли уровня То ли эквипа У нас повышается Максимальный запас Силы воли Вот смотрите Сейчас, допустим Видите, 1060 Было 1040 Кто-то не помнит, друзья мои То есть сейчас 1060 То есть от чего это зависит Хороший вопрос Надо будет Посмотреть, наверное В принципе Ну из того шмота Который у нас сейчас С вами на персонаже Так На персонаже Перчатки Да нет Тут ничего Допустим Нет в перчатках Которые мы с вами надевали Может быть просто от уровня Зависит Не могу сейчас сказать Наверное от уровня Ну там потом посмотрим То есть Хотя Что собственно думать Сейчас просто снимем Все обмундирование Увидим что будет Сейчас 1060 Снимаем Ну Все что есть Там 1060 Пушку Тоже 1060 Вот это Тоже 1060 В общем Совершенно роли не играет Что на вас наде Ну началось Началось Конечно Конечно Давай Сагрись на меня еще Сейчас вынесу Вить На тебе То есть действительно Это зависит только От Того что Только от того Какой у вас уровень Если у вас уровень Повышается То одновременно Повышается и Количество максимальной силы Воли Ну по крайней мере Как мы сейчас с вами Поняли В процессе Так Да Давайте значит Все нацепим обратно Не будем бегать Галышом Вот Так гораздо лучше Правда И собственно Отправляемся Дальше Собирать здесь К сожалению Уже больше нечего То есть Дальнейшую прокачку Сбора выше 104 Можно делать Только в локации Там где уже есть Норметаллические руды Это достаточно Далеко отсюда То есть Я вот видите У меня карта Уже исследована Относительно То есть Я тут бегал Пытался найти Где можно собрать Нашел в интернете Карты ресурсов Конечно же То есть Я знаю Где можно собирать ресурсы Но Туда мне Не добраться Пока что Вот По крайней мере Норметаллические руды Их собирать По моему Нужно Валауреум Вот здесь А чтобы туда попасть Это надо как-то Из велики туда Пробраться В чебику Где-то вот здесь Находятся руды Для 104 и выше Уровня сбора А шаг металлические руды Которые требуют 150 и выше Они мне пока Недоступны Я пробовал их собирать Но мне не дают Говорят Слишком маленький Уровень навыка Так Сдаем квесты На грибов И на гномов Соответственно И получаем 13 уровень Очень хорошо Так Окно запросов Авангарда Это что такое О Прикольно Так Интересно Что это такое Вот этого я ни разу не видел Еще давайте посмотрим Сюжет Очень выборочный призыв Захарите Выполняйте задание Авангарда Чтобы получать Ежедневные награды Ага Так Сюжет На есть Это задание Диванское восстание Из-за него мы с вами Что-то там получим Да И в том числе Вот нам подсказывают Что на клавише H Команда Телепортация Перенесет нас В ближайший Безопасный лагерь Так Бонус за вход Три дня в игре Пять дней в игре И Ух ты Так Подождите Бдительность Авангарда Двадцать Ага Семь дней в игре Эффект распространяется На всех персонажей Плюс шесть К силе Так И вот такие вот Награды Слушайте Что-то прям интересно Надо подразобраться Значит Это кстати Ну по крайней мере Диванское восстание Это вроде как Да как вы надоели Это все Диванское восстание Это вроде бы как Пвп Да если я правильно понял Потому что тут написано Группа x4 Пвп x0 А может быть А может быть и нет Лимит наград Сбрасывается каждое утро А вот эти вот награды Они сколько действуют Интересно Типа до следующего До следующего цикла То есть через неделю сбрасываются Вот уровень 14 Значит вот так А вот уровень Зачистка оставшихся диванцев Здесь нужно уничтожить диванцев Так выбирать их как-то нельзя Да А это что за галочка А это отслеживать Либо не отслеживать Да Нет ну прикольно Это какие-то типа Ежедневные задания Судя по всему Да вот день сброса Среда Значит по идее Раз в среду Все будет скидываться Сейчас мы с вами допустим Можем получить 20 к скорости перемещения Вне боя Нет ну интересно Наверное попробуем В следующей серии Мы с вами это сделали Сейчас уж не будем Заморачиваться Времени так много осталось Так тем не менее Временем опять какое-то письмо О Так Опять же какой-то подарок Это нам с вами Рассказывают о кристаллах Что их можно Использовать и вставлять Соответственно В нашем случае Вот это 4 и 7 Против монстров Отлично В том числе боссов То же самое Отлично Так И не сгибаемость Получаемый урон Классные кристаллички Кстати говоря Принять конечно Все это принимаем И немедленно засовываем В нашу броню У нас благо Место там Для этого дела Есть Вот А еще можно Ой еще даже Да ладно А только 3 влезает Так Ну понятно Значит У нас с вами есть 2 вот зеленых И один естественно Синенький И в броню Соответственно Парочку зеленых Тоже И Ну пока что Больше не влезает Но все равно Уже круто То есть Это вот нам сильно Очень добавит Большое спасибо Собственно говоря Очень даже приятно Да Это приятный подарок Так Хорошо Значит Тем временем Вот тут у нас С вами фея лиликс Здесь у нас есть Что-то Полезное Да Вот это мы возьмем Потому что эти феи Очень быстро убиваются Так Хорошо Проблема фей Эссенция красоцветов Какой чудесный Подарок Решить нашу проблему Будет очень непросто Но Маон верит в тебя Значит и я могу тебе доверять Раньше Мир между сказочными Существами Лесорубами Поддерживал Сарави Но затем его словно Подменили Теперь он настраивает Сказочный народ Против народов федерации Это как-нибудь Вообще можно изменить Ну вообще-то да Ай да Маон Эссенция красоцветов Вот наш шанс Сейчас Сарави Крайне агрессивит Но если распылить эссенцию Рядом с ним Его разум достаточно Проясниться Чтобы он вспомнил Прежнего себя Послушай Ганбуллет Сарави единственный Кто может восстановить мир Все в твоих руках И почему же он так разозлился Давайте посмотрим ролик Даже среди единорогов Сарави Был образцом чистоты Настоящим духом лес Потом пришли злодеи И настроили Сарави Против нас Против меня Спаси Сарави Тогда мы сможем Спасти дивный лес А иначе Магия уйдет Ну постараемся помочь Ну как вот не помочь На такой просьбе Ну правда друзья Давайте наверное сделаем И на этом уже Наша с вами сегодняшняя серия Наверняка будет заканчиваться Но посмотрим Значит Пока нас интересует Фея мятежниц Они убивают С одного плюха Да Поэтому с ними О кстати Вот большое Скопление народа Вот Прям стихия Для Ганнера По-моему Потому что Он может тут Такую Творить Так ты куда Иди-ка сюда Ну собственно мы с вами Уже всех развалили Как вы можете наблюдать Только вот этот Вот остался товарищ Который от нас Больше бегает Чем Какую-то реальную Угрозу представляет Так отлично Собственно говоря Еще нам с вами Можно их перестрелять Естественно Методом Методом Всем привет Эхей Ну шикарно Ну вообще Ну всех развалили Вообще всех Кого нашли Как по мне Круто Друзья Я не знаю как вам Но я тащусь Теперь следующее Что нам с вами Нужно будет сделать Это вот сюда Собственно добежать До сырови Там да И вынести сырови Ну сырови не повезло Конечно Он зря тут С нами связался Так А сейчас солнце Это все слабенькие Уже достаточно штуки Да еще что заметил Не помню раньше Было так или нет Но сейчас За сбор Также тратятся Очки работы Раньше Вот не буду врать Не помню как было Но по моему Я собирать мог Без ограничений По моему Сейчас соответственно Очки работы На это тратятся Так же как и на Как он называется Так же как и на Обычный крафт Так Срави Салют Да елки Еще соблезуба зацепил Вот нафиг он мне сдался Ну ладно Так Взлет Так Ну и собственно говоря Вот ты мне еще нужен Да 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 Так Что-то у меня как-то долго Откатывается граната Кстати Кстати говоря Мне это не нравится То есть у меня Откат первого скилла Заканчивается раньше Чем откат второго Это не хорошо Давайте наверное Сделаем вот так Тогда То есть наоборот Граната первая Она откатывается Дольше всех Так наверное Будет логичней Ну посмотрим Так Да елки Я опять забыл квест прочитать Вот ведь я Отвлекся Ну ладно То есть я все 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 Больше точно не буду Наверное Значит теперь собственно Продолжаем Заканчиваем уже По сути этот квест Тут имеет смысл Что-то брать Так Доспех 27 О Нет А прикольно В принципе А что нет Можно сделать Да Он для нас подходит 6600 Тем более мы с вами Разносим их Просто пачками А почему бы и не взять Давайте возьмем И сдадим Вот здесь Если сорови дал тебе Столь ценный дар Собственную слезу Значит и я должен тебя Послушать Хорошо вы шельф Я попрошу Сказочный народ Быть терпимее К лесорубам Хотел бы я Чтобы и они обладали Только твоего Благородства И нам с вами дают Пушку Новая пушка Которая лучше Чем то что есть У нас с вами сейчас Плюс надо не забыть Переставить в нее Кристаллы Пил Так отлично Давайте посмотрим Внешне судя по всему Она не будет отличаться Вообще никак Да Но тем не менее Все равно получается Что сама по себе Она конечно лучше Чем то что у нас есть Сейчас давайте Вынемся кристаллы Уберем пушку Поставим пушку Вот эту И запихаем в нее Кристаллы Собственно говоря Да Все Значит что еще Мы с вами находили Деревянным Это фигня Можно выкинуть Он ничего не стоит Значит пушку Можно разобрать Она нам с вами даст 8 единиц сырья Первой ступени Очень хорошо И вот эти перчатки Которые Не для нашего класса Тоже можно разобрать Тоже в общем то сырье Сырье друзья Копим Всего 47 единиц Пока тратится Оно будет очень существенно Насколько я помню Ну что ж Друзья Давайте Сейчас мы с вами Знаете что сделаем Наверное давайте Возьмем вот этот квест Выполним Вода неподвижная почти Выполним Значит возьмем этот квест И наверное на этом Собственно будем Сегодняшний серию заканчивать Квест называется Темный голод Ганбулит Клоун хочет поговорить С тобой Кажется он отправился В лагерь Арона Это чуть подальше от нас Да И в этот лагерь Чтобы добежать Нам с вами придется Пройти вот здесь Вот просто как нож Сквозь масло Пройти сквозь вот этих монстров Ну давайте уж Коль мы с вами Все равно туда направляемся Давайте сейчас Соберем тут кучу Так друзья Давайте сейчас Все быстро ко мне Вас тут я смотрю много Давайте-ка 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 О как хорошо Эгей Веселуха О, сейчас весело будет Эх, сейчас как Да, друзья Это вы зря Конечно Это вы зря Нет, это Нет, ну это жесть какая-то Это реально жесть Вот попробуйте, ребят Лученькому То же самое Вот здесь сделать Что-то мне подсказывает Что не получится Ну по крайней мере Не в таких масштабах точно Вы будете бегать Долго вокруг Колесить Пытаясь их всех уничтожить Кайтить их каким-то образом А тут это вообще Взяли и размотали всех Собственно в разные стороны Это ты вовремя появился, брат Так, ну что Давайте-давайте Подбираемся все ко мне Давайте все аккуратненько Так, в кучку Вот, молодцы Вот О, как хорошо Так, все Всем стоять на месте Короче, надоели уже Огонь Еще раз Так, ну и Давай вот ты взлетишь На воздух сейчас Ага Так Так Вот так вот Разочек Еще давайте Гранатку Куда это ты? Ага Еще кто-нибудь Ну и последний А, супер Пум А, ты сдох там? Нет Все, отлично В принципе, конечно Не очень мне нравится Такая расстановка Не знаю Мне как-то привычнее было Когда все-таки Было все По-правильному Поэтому нет Давайте оставим Все-таки так Ну Я на самом деле Постоянно экспериментирую С Расстановкой скиллов Разумеется Потому что Постоянно там Какие-то Выясняются подробности Там, да? Что где-то удобно Вот скилл поставить Где-то неудобно Ну, лично мне, конечно Поэтому пока У меня будет Вот такая вот Расстановочка Я так думаю Ну, шо, что Сразу опрокинулся Я просто феи Не хочу зацепить А мне нафиг Не нужно Иди сюда Аааа Зацепил все-таки Под зай Обожаю Ну, это просто пипец Какой-то Реально Это истребление Это Знаете Это какое-то Даже надругательство Я бы сказал Над монстрами Потому что Они просто Бедные И несчастные Они ничего Не могут С нами Поделать Ужас Тем временем Кстати У нас 13 уровень Сейчас Давайте Сдадим Этот квест Прибежим В лагерь Арону И Посмотрим Какие у нас С вами новые Скиллы будут Под занавес Пил Так, отлично Значит Мы с вами Получаем Новый доспех И кстати Причат какие-то Выбили Латные Заметьте Да, то есть Это Тяжелая броня И это Я думаю Круто Давайте посмотрим Сейчас Как это все Будет выглядеть Значит На нашей девушке Может быть Изменится Внешний вид О, да Очень красиво Кстати Да, ну Красный цвет Идет Он как-то Красит ее Да И собственно Рукавица Наемника Вот так Они выглядят Ну Замечательно Вообще То есть У нас С вами Защита Повышается Все Повышается Багровый Чаром В пень Кабошоны Нам пригодятся Только Единственное Что Мне надо Все-таки Вытащить Наши Кристаллы Не забыть Не забывать Надо это делать Конечно Так Доспех И вставляем Кристаллы Обратно В него Пока Что По-прежнему Влезает Только Три штучки Но Ничего Страшно Потом Влезут Все остальные Значит Это можно Разобрать И получить За это 6 единиц Сырья Так же Как и Вот эти Вот Вот эти Вот Перчатки Так Ну все Друзья Отлично Значит Давайте Тогда Добежим Уже До лагеря Арона И на этом Закончим Попутно Сейчас Давайте Еще Посмотрим Что у нас По новым Скиллам А ничего А печалька Какая Я уже Думал Хоть что-нибудь Прокачается Что Хотя 13 уровень Скорее всего На 14 Будет Прокачка Не хочется Честно говоря Мне Сейчас Забегать Вперед И смотреть Какие там Скиллы Будут Потому что Интерес Потеряется Поэтому Наверное Надо Посмотреть Будет Потом Когда В процессе У нас Скиллы Получше Станут Развиты Вот Тогда Мы с вами И Посмотрим На 14 В уровне На 16 Когда Будут Появляться Новые Какие-то Умелки Потому что На самом деле Я не знаю По мере Прокачки Персонажи Там Что в Айоне Что в любой другой ММОРПГ В принципе Наверное Самое интересное Это не столько Сюжет Который Ну Пока что Нормальный сюжет Я видел Прямо Хорошо проработанный Сюжет Мне больше Понравился Больше всех Только в этом Ну В Айоне Более-менее Там проработан Он И В Старварсах Конечно Старварс И Олд Репаблик Вот Который На канале Сейчас тоже Наверное Буду снимать Ее Но Посмотрим Как пойдет Вот В ней Действительно Сюжет Что надо Проработанный Прямо Хорошо Ну В принципе Неудивительно Точнее Учитывая Сколько Времени В него Было Вбухано В сценарную Работу Так Ну Вот Собственно Прибыли Мы с вами В лагерь Арона Давайте Посмотрим Сразу По квестам Что есть Так Отыскать Сестру Я помню Можно Это сделать Это Не сложно Так Этих Тоже Можно Все Грохнуть Ну И Собственно Вот Продолжим С вами В следующий Раз Уже Вот С этого Места И Заодно В следующей Серии Наверное Мы с вами Посмотрим Одно Из Заданий Авангарда Я еще Попутно Почитаю Что это Такое Ну Что Друзья На этом Давайте Будем Серьез Заканчивать Я Благодарю Вас Всех За просмотр Надеюсь Вам Продолжает Нравится Наш Летсплей Поэтому Обязательно Не забывайте Подписаться На канал В описании Под видео И до новых Встреч Друзья На канале Deadline.ru